В Твери для туристов внедряют новые технологии. В этот вторник, 3 августа, в областной столице презентовали проект «Путешествие в прошлое» с экскурсией в очках виртуальной реальности. Тему продолжит Наталья Чекет. Посещая различные исторические места, многие задумываются, как тут всё выглядело раньше. И всего несколько лет назад сложно было представить, что появится такая технология, которая в буквальном смысле предоставит возможность переместиться в любую историческую эпоху. Технологии помогают переместиться в прошлое. Необходимо просто надеть очки виртуальной реальности и увидеть Спасо-Преображенский собор времён Михаила Тверского. В очках виртуальной реальности можно в деталях увидеть, как выглядела Тверь в различные исторические эпохи. Так, сначала туристы увидели, как выглядела площадь рядом со Спасо-Преображенским собором в 12-13 веке. Давайте поворачивать ещё правее. И перед вами улица. И вы видите обычную землю под ногами. И она ничем у нас не замощённая. У нас будут деревянные мостовые, но это всё уходит. Следующей точкой экскурсии стал городской сад. Здесь путешественники с помощью VR-очков увидели часть Тверского Кремля. Он был построен в 12 веке для укрепления города. Но до наших дней не сохранился. Кстати, всё, что видят туристы в очках, создано с учётом исторических данных. У нас есть художник, который рисует. То есть это художник, реконструктор, он архитектор. Вот, Владимир Курочкин, который рисует эти объекты по достоверным фактам каким-то, да. И мы их уже представляем в 3D-проекции. Многие туристы не раз бывали в Твери. Однако не так легко представить, как выглядела столица Верхней Волжья в средние века. Увидеть то, как это было в средневековье, достаточно сложно. И даже представить себе, видя картинку у экскурсовода, это проблематично. Особенно для молодых ребят, которые, может быть, не знают ещё каких-то деталей той жизни. И, конечно, эти очки позволяют полностью погрузиться в то время и ощутить себя частью этой великой нашей истории. Подобные экскурсии планируется проводить и в будущем, чтобы каждый желающий мог увидеть то, как выглядела Тверь много веков назад.